Багратиды – армянский княжеский род, одна из самых значимых княжеских династий Закавказья. С 885 года по 1045 годы царская династия Армении, Грузии династия, сохраняла царский титул вплоть до XIX века. Также династия правила в соседней Кавказской Албании. По мнению Николая Адонса, эта династия берет свое начало на пограничной с Ираном или Атропатеной окраине Армении. По сообщениям Мовсеса Хоренации, Антиох III для свержения Ерванда IV и утверждения Арташеса I на троне Армении передал его сподвижнику Самбату Багратуне, часть сирийского, кстати, и антропатенского войска. Представитель баградидов также венчал Арташеса на трон и получил от него сан, повязывающего корону. Этот титул, согласно армянским источникам, был в роду баградидов традиционным. Иронистка Анаид Переханян считает, что мнение Адонса об Атропенномидийском происхождении династии находит подтверждение при анализе первоисточников. Как отмечают, например, Роберт Хьюсон и Кирилл Туманов, баградиды являлись ветвью ервандидов царской династии в Армении. Так же, как и ервандиды, баградиды первоначально претендовали на происхождение от бога солнца. После принятия Армении христианства, как и большинство армянских князей, они утверждали о происхождении от мифического прародителя армян Хайка. Позже появилась версия об еврейском происхождении, возникшая под библейским влиянием. Эту версию приводит армянский историк Мовсес Хоринаци, который приписал происхождение баградидов от некого принца Шамбота, одного из иудейских пленников, привезенного в Армению царем Хайком. При арабах в VIII и IX веках княжеский род баградидов постепенно объединил под своей властью большую часть Армении, в частности, ее восточные области. Первым царям-баградидам Ашот I, Самбад I, Ашот II Железный подчинялись также некоторые районы Южной Армении. Центром их владений стал Ширак. Основателем царской династии баградидов стал Ашот. В 861 году багдадский двор признал его князем-князей. Он подчинил себе крупных армянских феодалов, добился поддержки армянской церкви, а в середине 880-х годов нанес поражение арабским войскам. После этого соперничавшие между собой арабский халиф и визандийский император послали в 885 году Ашоту по короне, признав таким образом независимость Армении. В дальнейшем армянские правители обеспечивали независимость и процветание своих владений, искусно играя на противоречиях между могущественными соседями. Ашот II Железный разбил арабское войско на берегу озера Севан и освободил от арабов большую часть Армении. В 922 году халиф вынужден был признать его властителем Армении. Ашот II принял титул царя царей. Феодальная раздробленность ввела к образованию отдельных армянских царств – Воспураканского, Карского, Сюнийского и Ташир-Дзурагетского. В 1045 году после захвата столицы страны, города Ани, Византии и распада Армении, существование старшей ветви династии Багратидов прекратилось. Вскоре эти территории были захвачены турками-сельджуками, так как в 1064 году под их ударами пала бывшая столица Армении Ани. Последний представитель старшей ветви династии Гагик II был обманом пленен византийцами во время переговоров в Константинополе. Центр армянской государственности сместился южнее в Киликийское царство, которое возглавила династия Рубенидов, основанное в 1080 году приближенным и родственником Анийского царя Рубеном. Дорогие друзья, мы будем продолжать рассказывать о армянских царях, династиях. Следите за нашими выпусками. Автор вечернего выпуска Роман Багдисарян. Вы смотрели и слушали инфоплатформу в центре объектива.